Вы любите петь, а танцевать? Сами или смотреть? Вполне возможно, те, кто не попал сегодня в Дом культуры из станицы Елизаветинской, пожалел бы об этом. Там прошел третий этап конкурса «Культурная столица». Его участники, творческие коллективы Краснодара, приехали не только для того, чтобы себя показать, но и на других посмотреть, чтобы перенять опыт. Кто одержал победу, знает Наталья Пинова. Каждый ансамбль привез только самое лучшее. В репертуаре и народные песни, и современные. Танцы на любой вкус. Музыка от баянов до скрипок. Коллектив у нас молодой. Создался он у нас в сентябре месяце 2018 года. Работаем мы всего год. Но за год, я думаю, немало сделали. Дети у меня поют песню. Я играю на саксофоне и пою. Только в бой и только вперед. Первое место. Прежде чем выйти на сцену, нужно не только привести себя в творческий порядок, но и успеть войти в образ, а еще справиться с волнением. Наверняка это чувство испытывают все участники. Не только дети, но и взрослые. Менее искушенным преодолеть мандраж помогают более опытные коллеги. Например, артисты из вокального ансамбля «Девчата». Коллектив «Девчата» организовался в 1998 году. В хуторе Капанском. Коллектив очень много дает концертов как в хуторе, так и по всему краю. На конкурсе девчата поют современные песни, народные песни. А я спою историческую песню «За Кубаню, за рекой. Казаки сражались». Участники конкурса очень разные, но объединяет их одна важная черта – смелость. И, разумеется, непреодолимое желание проявить себя в творчестве. Конкурс замечательный. В нашей отрасли его очень любят. Он несколько претерпел преобразование. Сегодня этот конкурс носит название «Культурная столица». И он изменился. Теперь в этом конкурсе не просто специалисты учреждений принимают участие, а в целом все учреждения города Краснодара, которые обеспечат культурно-досуговые услуги всем нашим жителям и гостям нашего города. Удивительные учреждения. Каждый из них – это своеобразная личность в творческом смысле. Как ни крути, а исполнение именно народных песен в конкурсе народной самодеятельности имеет хорошие шансы на победу. Так случилось и в этот раз. Победил ансамбль народной песни «Раздолье» из поселка Лорис. В награду артисты получили не только бурные аплодисменты, но и дипломы от городского управления культуры. Наталья Пьянова, Виталий Молчанов, Игорь Степанов, телекомпания «Краснодар».